Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Из беседы святителя на Золотом Уста о воскрешении Лазаря. Слушайте же, прошу вас, возлюбленные, со всем вниманием. Когда умер Лазарь, Иисус не был в тех местах, но был в Галилее и сказал своим ученикам, Лазарь, друг наш, уснул. Они же думают, что он говорит о сне его, сказали ему, Господи, если уснул, то выздоровеет. Тогда он ясно говорит им, Лазарь умер. Затем Спаситель идет в Иерусалим, к тому месту, где лежал Лазарь. Игорь встречает сестра Лазаря и говорит ему, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Если бы ты был здесь, не мощна ты женщина. Эта женщина тогда не знала, что Христос, хотя не присутствовал телесно, но присутствовал силой божества. Она же ограничивала силы учителя телесным присутствием. Марфа говорит ему, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. Вследствие ее просьбы Спаситель и совершает молитву. Бог не имел нужды в молитве, чтобы воскресить мертвого. Разве не воскресил Он и других мертвецов? Когда Он встретил мертвого юношу, выносимого из ворот, то коснулся только Адра его и воскресил мертвеца. Разве имел Он тогда нужду в молитве, чтобы воскресить умершего? Но что я говорю об учителе? Ученики Его воскрешали мертвых одним словом. Узнай еще более удивительную, даже тень апостолов воскрешала мертвых. Так что выносили, говорится Писание, больных на улицы, дабы хотят тень проходящего Петра осенила кого из них. И они оттачав вставали. Что же? Тень учеников воскрешала мертвых, а учитель имел нужду в молитве, чтобы воскресить мертвого? Нет. Спаситель совершает молитву по причине немощи женщины, которая говорила ему, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. Так, по настроению людей потребляется лекарство врача. Что же сказал Христос? Лазарь, иди вон! Когда совершилась молитва, то мертвый не воскрес. А когда Он сказал, Лазарь, иди вон, тогда мертвый воскрес. О, сила смерти! О, могущество силы, удерживающей душу! О, ад! Совершилась молитва, и ты не освобождаешь мертвого. Нет, говорит ад. Почему? Потому что мне не дано повеления. Я страж, удерживающий здесь виновного. Если не получаю повеления, то я не отпускаю. Молитва же была не для меня, а для присутствующих неверных. Не получая повеления, я не отпускаю виновного. Ожидаю голоса, чтобы освободить душу. Лазарь, иди вон! А для чего Христос назвал мертвого по имени? Для чего? А для того, чтобы, обратив речь, вообще к мертвым не вызвать всех из гробов. Он поэтому говорит, Лазарь, иди вон! Тебя одного я вызываю, в присутствии этого народа, чтобы частным воскресением показать и силу будущего, так как я воскресил одного, воскрешу вселенную. Я есть воскресение и жизнь. Лазарь, иди вон! И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. О, дивные дела! Тот, кто разрешил душу от уз смерти, разрушил врата ада, сокрушил врата медные и двери железные, тот, освободив душу от уз смерти, неужели же не мог освободить мертвого и от погребальных пелен? Конечно, мог. Но он повелевает иудеям развязать пелены, которыми они обвили Лазаря при погребении, чтобы они признали эти пелены, и на основании того, что сами сделали, убедились, что это тот самый Лазарь, которого они приготовили в погребении, и что здесь Христос, пришедший в мир по благовлению Отца, имея власть над жизнью и смертью. Аминь. А не все, Господь. Кто готовился к исповеди, оставайтесь. Спасибо.